Томсо, парней из Чечни по-прежнему также активно отправляют на войну, как и во время мобилизации. Он бы с таким удовольствием этот вопрос решил, потому что это настолько серьезная победа была бы для него. Вы представляете, вопрос 80-летней несправедливости, и никто его не смог решить, еще ни один человек, ни одно правительство, ни свободное, ни оккупированное, никто этого не мог решить. И тут, представляете, если Кадыров в раз и решил этот вопрос, насколько это был бы для него предмет гордости, и насколько реально многие люди обманулись бы этим. Так, слышал про Рамазана Рабаданова, кстати говоря, да, слышал. И знаете, это такая история вообще неприкрытого произвола российской власти, наглости. Нет, мне это напомнило историю Руслана Кутаева в 2014 году, его тогда за то, что он участвовал в круглом столе, приуроченном к дню депортации щенцев и ингушей. Этот круглый стол очень не понравился тогда Кадырову, всех участников он тогда подтянул к себе, отчитал, а Руслан Кутаев, да, не приехал. И вот Руслана Кутаева сразу объявили в розыск. В общем, его очень быстро нашли, арестовали, привезли, там его пытали, потом посадили его только на 4 года. И вот посадили его тогда за то, что у него якобы были наркотики, героин. Типа у Руслана Кутаева был героин, но вот он употреблял, с собой вез героин, уже на тот момент, главное, будучи человеком разыскиваемым, зная, что его ищут, он при себе имел героин. И как раз, когда его задержали, и вот только вот эта история появилась, что у него якобы наркотики обнаружены, и один из людей, бывший сотрудник, в ту же свою прослуживший в органах, но уже на тот момент находившийся на пенсии, он тогда сказал мне, что Руслану Кутаеву сначала хотели мешок марихуаны на него повесить, и начали уже это дело якобы, и кто-то сказал, слушайте, мешок марихуаны слишком будет, как-то, ну, чересчур это смешно и нелепо, давайте героин лучше, сколько-то граммов там подкинем, оформим. И согласись, на этом согласились и подкинули ему героин. Вот с Рамбадановым, мне кажется, это такая же история, ведь по официальной версии он с гранатой шел или ехал в Махачкале. Куда он с гранатой шел? Вот, просто когда фабриковали это дело, по всей видимости, поставили задачу, его нужно задержать и посадить. За что, не знаю, разные версии идут, что он что-то там начал неугодное власти говорить, критиковать. Не знаю, я его не смотрел, зрителям не являюсь, не в курсе. Но то, что он с гранатой по Махачкале не разгуливал, это очевидно не только для меня. Для любого хоть чуть-чуть здравомыслящего человека очевидно, что это очень нелепая глупость. И вот мне интересно, когда решали дагестанские менты, когда решали, за что его задержать, что ему подкинуть. Мне интересно, вот эта дискуссия наверняка между ними происходила, давай пистолет или может гранату, давай ему наркотики подкинем, мешок марихуаны подкинем. Наверняка они что-то спорили и в какой-то момент, во всей видимости, вот эта версия с гранатой показалась им более убедительной и решили подкинуть гранату. В общем, это настолько же наглая, очевидная подстава, очевидный такой произвол и власти здесь не хотят даже делать вид. То есть они не хотят никого абсолютно из нас, из вас, из общественности, из этого мира, никого они не хотят даже убеждать в том, что он реально мог быть с гранатой. Как и в случае с Кутаевым, никого не пытались даже убедить, что у него был героин. Вот все в этом мире понимали, что у Кутаева не могло быть героина, не было у него, невозможно. Как и у Аюба Титиева, не было у него марихуаны, его посадили, осудили, и он отсидел за то, что якобы у него была марихуана. И вот точно так же с этим Рабадановым, вот мир этот понимает, что не было у него никакой гранаты, не могло быть. И те, кто его сажают, они прекрасно знают, что мы это все понимаем. Но у них и даже нет задачи какую-то более-менее правдоподобную версию для нас придумать. Они просто в наглую показывают, что делать то, что делал Рабаданов нельзя. Если вы будете делать, мы вот так в наглую вас посадим. Может быть за гранату, может мы вам гранату подкинем, а может быть мешок марихуаны подкинем, а может героин вам подкинем. Это не важно. Нас не будет волновать вопрос об основании этого, как судья, допустим, если бы, к примеру, там был бы реально независимый суд. Вы представляете лицо судьи, которому принесут дело и скажут, вот Рабаданов с гранатой ходил по Махачкале. Ни в одном независимом суде такое дело бы не довели до приговора. Но в России понятно, что не будет никакого справедливого суда. Так что жалко, наверное, Рабаданова. К сожалению, он попал в эти журнала. Абу-бандиты. Да, Абу-бандиты. Абу-бандиты, это сейчас почему-то вот так начали называть российские всякие русские общины, нацистские организации. И люди с такими взглядами. Начали называть Абу-бандитами всех приезжих в Россию. Мигрантов, старбайтеров. Они их называют Абу-бандиты. И часто в Твиттере, везде там попадаются какие-то ролики, допустим. Очередной Абу-бандит избил русского парня или пристал к русской девушке. Что-то подобное. Видимо, вот это Абу-бандит. В общем, это такое общее, такое нарицательное название они теперь дали. В чем смысл того, что многие мои незнакомые хищенцы в статусы выставляют будто с гордостью фото с СВО, с оружием, своих друзей. На вроде якобы за независимость в приватных разговорах. Это какое-то издевательство, наверное, над здравым смыслом. Может, эти люди страдают раздвоением личности. Я не знаю, как это объяснить, дорогой друг. Для меня это тоже очень странно, что люди подобное делают. Это если ты... Ну, короче, я даже не буду пытаться это все объяснять. Это просто нелепо. Почему вы все время молчите, что война против Украины это преступление по статье 353 УК РФ? Мы в пятерке скрываем этот момент, пытаемся его скрыть. Это такой общий заговор всех медийных людей. Один раз в месяц у нас нас собирают. У нас проходит конференция закрытая. Никто об этом не знает. И постоянно нам говорят о том, чтобы мы вот этот момент замалчивали. Никому об этом не говорили, что война против Украины это преступление по статье 353 УК РФ. Вот я сейчас это озвучил. У меня теперь будут проблемы. Понял, спасибо. Я думал, может культ оружия сильный, мол, неважно где применять его, главное, что можно применить. Причем парни сами по себе вроде неплохи. Нет, это никакой не культ, это просто какое-то издевательство над здравым смыслом. Это работает обе стороны. Вот ты говоришь, что вроде в приватных разговорах люди за свободу и независимость, а выкладывают каких-то СВОшников с оружием. Но и наоборот ведь тоже бывает. Он вроде бы какой-то СВОшник или кадыровец, а он выкладывает, допустим, слова или цитаты из Корана, например, или какие-то хадисы. И прямой смысл этих цитат, которые он выкладывает, это противоречие тому, что делает он. Или, например, они могут какие-то песни Муцараева, допустим, со времен Первой войны или Второй Российской войны, где воспевается, опять-таки, храбрость тех, кто воевал против России, где воспевается борьба за свободу. Они, например, эти цитаты выкладывают. Я не знаю, как это работает, как они женят вот эти два мира внутри себя. Это для меня загадка. Наверное, это издевательство над самими собой, над здравым смыслом. Ты знал, что Дустум у Кадырова в телефоне записан как «Мами Куарни»? Нет, кстати, не знаю. Я не знаю, как Дустум записан у Кадырова. Но я знаю, что Идрис Черхиков – это племянник Рамзана Кадырова, сын его сестры Зарган. А отца Идриса Черхигова зовут Рамзан. Это муж сестры Кадырова, муж Зарган, ну, зять Кадырова. И вот у этого Рамзана Черхигова позывной был адвокат. Вы знаете, что у этих кадыровцев у всех есть какие-то позывные клички. Они друг друга по этим кличкам очень любят называть. И вот я достоверно знаю, что Идрис Черхигов своего отца Рамзана Черхигова обращался к нему словами «адвокат». Он называл своего отца по вот этому позывному, по прозвищу «адвокат». Это было очень странно для… вообще это для любого чеченца это странно, чтобы потом отца своего называть по какому-то прозвищу. Так что вот такие у Кадырова и его родственников, у них вот такие устои и локш. В том, что ты был прав про ух, Кадыров ни слова не обмолвил про обращение своего же народа о помощи. Чего и требовалось ожидать. Для него это такой очень щепетильный вопрос для Кадырова. Я поэтому всегда смеюсь, для меня это смешно, когда всякие эксперты российские начинают в случае, когда Кадыров, например, объявил кровную месть, Кадыров влез в разборки в Уайлдберрис, Кадыров что-то какому-то чиновнику сказал. И вот в этой ситуации, когда эти эксперты садятся и говорят, да, он, Кадыров выходит из-под контроля, Путин теряет, Кремль теряет контроль над Кадыровым, Кадыров уже начинает вот, значит, буянить. Вот эти, вот такие вопросы, вопросы о ухо показывают, что Кадыров буянит или что-то говорит, что-то делает только там, где либо ему сказали, что можно, давай, либо он даже и без вопросов понимает, что можно. То есть есть какие-то моменты, где ему даже не нужно спрашивать. Он знает, что можно ему там и наказать, и поехать, и кого-то поймать, оторвать, избить, убить. То есть там, где знает, что можно, он может не спрашивая делать. Там, где он сомневается, он спросил. Значит, он спросил, ему позволили, как, например, в случае с Керимовым, вообще со всей этой историей Вайлберрис. Там нет никаких сомнений, что он спросил, ему дали добро, и он пошел в атаку. А вот оухо это такой момент, где ему не дают этого добра. И он знает, что ему не дадут. Поэтому он даже словом никак не вмешивается в эту историю. Хотя у него была бы хоть малейшая надежда, что ему там дадут этот вопрос решить, он бы с таким удовольствием этот вопрос решил, потому что это настолько серьезная победа была бы для него. Вы представляете, вопрос 80-летней несправедливости, и никто его не смог решить. Еще ни один человек, ни одно правительство, ни свободное, ни оккупированное, никто этого не мог решить. И тут, представляете, если Кадыров раз и решил этот вопрос, насколько это был бы для него предмет гордости. И насколько реально многие люди обманулись бы этим. Он туда не влазит не потому, что не хочет, а потому что ему не дают. Что скажешь насчет диспута между Агалю Сунной и суфистами в Ингушетии? Ведь такого прецедента не было, и это сегодняшний день самый острый вопрос среди войнах. Я вначале уже прокомментировал эту тему, брат, поэтому я не буду долго об этом говорить. В целом, я скажу, что, конечно, это очень обрадовало. Я сам этот диспут не смотрел от начала и до конца. Но какие-то отрывки я оттуда видел, некоторые моменты даже очень смешные. Ну и просто само понимание, насколько это неприятно кадыровскому куфрияту, это, конечно, уже от самого этого понимания становится очень приятно и тепло на душе и сердце. Поэтому, в целом, конечно, это очень радует. И просим Всевышнего Аллаха, чтобы этот диспут стал благом для наших братьев и сестер из числа Ингушей. Ну и не только, и те, кто это посмотрели, из числа чеченцев, кто это понял. Я думаю, что для них тоже в этом будет польза Инжалла. Томсо, парней из Чечни по-прежнему также активно отправляют на войну, как и во время мобилизации. Наоборот, во время мобилизации, ты, наверное, говоришь, частичные это якобы мобилизации в 2022 году, которые они проводили. Наоборот, тогда у нас не было такого, такой активной отправки. То, что сейчас происходит в республике, это пик, пик вот этого беспредела. У нас сейчас повальная массовая отправка людей. Вот, вы знаете, словами это все передать очень сложно. Драматизм этой ситуации. Я вам сейчас так говорю и понимаю, вот, наверное, у вас такая картина складывается. Ну да, наверное, сложно. Кого-то отправляют, повестки, наверное, кому-то приходят. Но нет. Вы понимаете, что улицы опустили, кафешки опустили, места, где обычно собиралось много людей, молодежи, где молодежь любила отдыхать, опустили. Реально ребята не хотят выходить, боятся, потому что всякие рейды, посты, где просто вот ты где-то оказался, тебя увидели, зацепили. И далее, там идет вход все, что угодно. В телефоне что-то им не понравилось, или где-то ты, может быть, когда-то куда-то попал, из-за таблеток каких-то тебя задерживают. Вот все, что угодно, просто ногтем, если там есть место зацепиться, все от тебя цепляют и отправляют воевать в Украину. Поэтому ситуация, на самом деле, сейчас очень-очень сложная. Продолжение следует...